Всем привет, поговорим о пире. Сегодня у меня два представителя чешского лагера Budweiser Woodward. Давайте познакомимся с ними поближе и приступим мы к Budweiser светлому. Крепость его 5 градусов, объем бутылочки 0.33, стоимость за одну бутылочку евро 29. Темный лагерь немножко отличается, его крепость 4.7, объем бутылочки также 0.33, стоимость его 1.19 евро. Ну и немножко скучная история. Торговая марка Budweiser Woodward была зарегистрирована в 1930 году, ну а варится она в 1895. В его изготовление, конечно же, входят высококачественные ингредиенты, великолепный ячменный солод, жатацкий хмель и чистая вода с артезианского источника. Также на его вкус влияет длительное созревание в погребах в лагерных танках на протяжении 90 дней. Немалую роль играет и микроклимат в пивоварне, мастерство пивоваров, передающееся из поколения в поколение на протяжении 750 лет. Давайте оставим историю в покое и начнем непосредственно дегустировать пиво. Ну а начнем мы дегустировать со светлого сорта лагера чешского. Образовалась плотная такая белая шапка с наличием крупных пузырьков, но это из-за того, что я очень мастерски наливаю пиво. Цвет у пива такой ярко-золотой, красивый, привлекательный, с пузырьками, которые поднимаются так нехотя, потихонечку. Хочется уже поскорее ощутить его аромат. Аромат очень-очень интенсивный, резкий. Очень вкусный, со сладкими такими травяными нотами и немножко хмеля. Ой, очень-очень приятный аромат. Прям офигенный приятный аромат. Давайте его уже, блин, поскорее пробовать. Не знаю, но первое у меня ощущается то, что пиво довольно-таки плотное. Вот по нему не скажешь, но почему-то мне оно показалось плотным. Ощущается в нем немножко такая сладковатость, резко переходящая в хмельное такое послевкусие. Такую хмельевую горечь. Также в послевкусии присутствует такая винная, немножко винная сухость. Да, это такое сухое послевкусие и немножко отдает сухим вином. Очень, блин, оно прикольное и вкусное. Я почему-то не могу его до конца распробовать. Пиво на самом деле очень вкусное, но мне почему-то что-то не хватает. А так все очень хорошо сбалансировано и очень вкусно, хорошо оно идет. Я бы это пиво даже ничем не закусывал. Давайте приступим ко второму нашему пиву. Это темный у нас лагер. Той же, той же компании. Итак, смотрим. Пена у нас очень-очень красивая, очень-очень плотная. Пена обыкновенного цвета, коричневатым оттенком, похожа на кофе с молоком. Блин, она очень красивая. И пиво смотрится в бокале офигенно, офигенно красиво. Само пиво темно-кофейного такого цвета, но если посмотреть на свет, то оно, конечно же, красноватое, немножко искрящаяся благодаря пузырькам. Такое темно-красновато-рубинового цвета. Как ни странно, но темный сорт пахнет немножко слабее. И абсолютно, абсолютно по-другому. Практически никакого сходства в ароматах у них нет. Аромат кофейный зерен и, конечно, немножко хмеля. Но довольно-таки слабый аромат, если честно. Хотелось бы его попробовать. С темным сортом пива немножко все поинтереснее. Поинтереснее в плане начального вкуса и его послевкусия. Начнем сначала. Пиво мне показалось более водянистее, чем предыдущий сорт пива светлый. И карбонизация, прилипающая на язык, также у него поменьше. Во вкусе присутствует такой четкий, обжаренный, прям дымный, угольный такой привкус. Но он приятный. Он неотвратительный, но приятный привкус. И очень такой интересный. И он мне такой кофейно-ореховый. Даже не знаю, как правильно объяснить. Но у меня ассоциация с кофейными зернами и орехами. Почему? Ну, не знаю. У меня вот так вот ощущаются такие привкусы. Также, если хорошо распробовать, до самого-самого послевкусия, до самого конца ощущается такой четкий черный шоколад. Когда съели кубик черного шоколада, и уже прошло там минута прошла, и ощущение такой горечи, немножко такой вкусной, сладкой горечи. Вот именно здесь это и присутствует. Самое последнее послевкусие, которое присутствует, это такой дымный аромат. Угольный такой дымный аромат. Не знаю, кого-то бы после костра взял и пожелал вкусночек угля. Но это послевкусие, блин, офигенно приятное. Я даже не знаю, что более вкуснее, темный или светлый сорт. Каждый сорт по-своему хорош. И они абсолютно не похожи друг на друга. Светлый сорт офигенно приятный на вкус. И темный сорт очень приятный и очень интересный с начала до конца. Я не буду выбирать какого-то фаворита, потому что это два разных сорта пива. Это не два лагера светлых, которых можно попробовать и выбрать. Но это два офигенно вкусных сорта пива, которые, блин, достойны внимания, достойны пробы. После того, как я попробовал светлый сорт, особо желание запустить его у меня не возникло. И особо так голову не пришло, чем бы его запустить. Но посоветовать, конечно, я могу. Это, естественно, будут какие-то сыры, это будет какой-то салат, это будет какой-то слабо поджаренный кусок мяса, белого мяса, рыбы, морепродукты. К темному сорту пива, конечно же, подойдет мясные блюда, такие как говядина, копченое мясо и хорошо поджаренный кусок мяса. Ну и, конечно же, немецкая кухня, которая дополнит вкус и одного сорта пива, и другого. После пробы двух этих сортов пива меня переполняют эмоции, и, возможно, я что-то упустил. Если я что-то упустил, то напишите, пожалуйста, это в комментариях. Мне очень понравились два этих сорта пива, и я доволен, что я их попробовал. И хорошо, что я их попробовал два одновременно, чтобы понять вообще, есть ли какое-то у них сходство между собой или нет. Но могу точно сказать, что эти два сорта пива очень вкусные, и я рекомендую, не то, что рекомендую, я прям настаиваю их попробовать. Можете даже не сомневаться, что после съемки я допью два этих бокала пива. Ну а у меня на сегодня все. Кому понравился мой обзор, подписываемся, не забываем нажимать на колокольчик. Кому понравился мой обзор, ставим лайки, не забываем писать комментарии. Увидимся в следующих выпусках. Пока!